я в девятнадцать лет влюбилась и замуж собралась родители рогами уперлись он тебе не пара многие молоденькие особы полагают что в столь юном возрасте они отлично знают жизнь вот и римма принадлежала к их числу девушка надула губки топнула ножкой и заявила иду в загс но выполнявшие до сих пор все прихоти дочурки папа с мамой заортачились и категорично заявили нет потом правда они попытались вразумить капризное не знавший ни в чем отказа дитятка попробовали воззвать к здравому смыслу жених из провинции гол как сокол мы о нем ничего не слышали кроме того что денег у него нет квартиры машины работы тоже уймись дочка нам же придется вас содержать услышав эти речи римма как с цепи сорвалась на орав на маму с папой и сообщив им все что она про них думает девушка гордо не взяв с собой ничего из вещей с одной крохотной сумочкой заявилась к кавалеру единственной ценностью были сережки у нее в ушах сначала пара упивалась любовью римма бросила институт сделала она очередную глупость исключительно из желания насолить родителям кроме того ей не хотелось чтобы мама с папой заявившись в учебное заведение у всех на глазах надавали ей пощечин и отволокли домой нет римма давно взрослая она сама способна распорядиться своей судьбой первым делом они с игорем пошли в загс затем новоиспеченные муж женой решили покончить с учебой и заняться бизнесом продав риммины бриллиантовые сережки молодая семья сняла квартиру особо не мучаясь игорь надумал торговать автомобилями дело пойдет уверял он римму я отлично разбираюсь в механизмах деньги нужны вздыхала девушка а где их взять не волнуйся дорогая воскликнул игорь мне дали в долг кто проявила любопытство римма не забивая себе голову ерундой отмахнулся муж и поцеловал ее римма прижалась к нему задыхаясь от счастья вот какой ее игорь замечательный все у них будет хорошо лет через пять построит особняк в подмосковье купят джип и приедут к ее родителям пусть мать с отцом поохают поахают станут лебезить игоречек садись чего хочешь чаю кофе и тут римма гордо ответит но уж нет значит когда был бедный провинциал то вы его не любили а теперь пошли сами вон затем она подхватит мужа и уйдет родители бросятся за ними станут умолять простить их но нет римма не вернется пусть кусают локти и рвут на себе волосы однако действительность оказалась не такой как мечты игорь не сумел наладить бизнес и на нем повис огромный долг взаимодавец включил счетчик а неприятностях римма узнала внезапно пришла домой и обнаружила на столе записку уехал на три дня не волнуйся римма попыталась соединиться с игорем по телефону но услышала равнодушное бормотание аппарат абонента временно не обслуживается ничего необычного в этом не было игорь и раньше исчезал на день-другой ездил в города где собирают отечественные автомобили налаживал контакты и у него не всегда хватало денег на оплату мобильника ты его любишь тихо спросил я да кивнула римма очень я посмотрел на риммина по-детски круглощекая личико и проглотил все что хотел сказать о ее муженьке да парень попросту подлец удрал спасая собственную шкуру бросил девочку расплачиваться некоторые женщины совершенно не способны правильно оценить своего партнера о таких российских бабах хорошо написал великий лесков почитайте его книгу леди магбет мценского уезда великое произведение о том какой не должна быть любовь и что приносит женщине патологическое обожание двуногого существа по недоразумению именующегося мужчиной обломавшись два раза луис не оставил желание удачно жениться он постоянно находился в поиске подходящей кандидатуры более того теперь фотограф уже не хотел иметь дело с молоденькой дурочкой у такой обязательно будет либо папа либо мама мгновенно выхватывающий дочурку щенка из пасти крокодила луиса может лучше искать женщину много старше себя вдову с огромным состоянием но подобные кадры ему не попадались сами понимаете что строя матримониальные планы луис не жил монахом около него постоянно были девушки фотомодели зависимые от луиса и страстно в него влюбленные луис специально выбирал самых безответных таких которые не станут показывать свой характер и издевался над ними любовницы служили ему верой и правдой а луис обещал им помочь сделать карьеру и обманывал дурочек чаще всего парень переезжал жить к девушкам не платил за квартиру не покупал еду и не давал им денег через какое-то время у дурашек раскрывались глаза и они избавлялись от луиса но вот странность даже после разрыва сохраняли с фотографом хорошие отношения и помогали ему и лола старше иры и появление в семье еще одного ребенка восприняла в штыки наташа мама иры боялась оставить младенца на побечение старшей дочери я ее придушу с недецкой страстностью заявила лола увидев в первый раз как мама купает новорожденную иру наташа очень расстроилась но айя мать алсу успокоила подругу погоди плакать это просто обычная ревность сейчас лола позлится и перестанет ты главное не наказывай старшую уделяй первенцу побольше внимания дари ей игрушки и все устаканится станут девочки не разлей вода не переживай подобное часто случается в семьях наташа утешилась и решила последовать совету айи непонятно почему мать иры испытывала чувство вины перед старшей дочерью и принялась рьяно заглаживать не нанесенные ей обиды в результате когда ира пришла в школу в семье кисовых сложилась весьма странная ситуация обычно младшим детям достается больше и любви и материальных благ первый ребенок часто рождается у пары случайно молодые супруги плохо понимают что такое младенец а когда он появляется на свет вдруг соображают ба дадите как надо кормить одевать обучать у только что сформировавшейся семьи очень много проблем в том числе и материальных поэтому первенца не слишком балует и не потому что не любит а из-за элементарного отсутствия денег второй же ребенок в основном появляется в семье в результате планового расчета многие супруги годам к 30 обретают стабильное благополучие обзаводятся собственной жилплощадью и решают что настало время для еще одного наследника ясное дело что младший получает больше игрушек внимания чем первенец более того мать постоянно твердит старшему ну как тебе не стыдно ты взрослый уже не обижай кроху не хватай его железную дорогу что значит у тебя такое не было мы же покупали у него электрическая большая а у тебя была крохотная пластмассовая ой как некрасиво брату позавидовал ну и так далее старшим детям вменяется в обязанность приглядывать за младшими приводить их из школы кормить обедом проверять уроки в общем служить бесплатной нянькой первый сын или дочь живут в системе строгих ограничений нельзя звать одноклассников в гости потому что маленькому принесут инфекцию нельзя завести собаку она испугает младшего нельзя смотреть интересный фильм если пришло время передачи для малышей и все это сопровождается припевом молчи ты же большой но в семье кисовых получилось с точностью до наоборот ира была принесена в жертву лоли лолите покупали замечательные игрушки в доме постоянно толклись ее подруги а наташа без конца шипела на иру тсс не ори лолочка делает уроки не бегай по коридорам лола отдыхает не лезь в ее комнату если ирочка начинала конючить мамуля купи мне куклу то чаще всего она слышала в ответ разве уже новый год или у тебя день рождения но стоило старшей дочери капризно заявить хочу вон ту сумочку как мать со всех ног бросалась выполнять ее желание и рычки же приходилось донашивать одежду лолы и помалкивать старшая имела в комнате собственный телевизор и могла до полуночи слушать любую музыку мама никогда ни при каких условиях не делала ей замечаний или же предлагалось смотреть передачи в гостиной а туда в любую минуту мог войти кто-нибудь из взрослых и спокойно переключить канал на очередные новости став старше ира естественно захотела приглашать к себе приятельниц но наташа категорично заявила у лолы выпускной класс какие гости они помешают твоей сестре заниматься и рассмирилась за при этом и не стала требовать своего она решила подождать год но потом нашлись другие причины чтобы не допустить в дом подруг младшей дочери лола сдавала сессию причем старшая девочка действовала очень умно она никогда не дралась сирой не затевала скандалов просто подходила к матери и вздыхая говорила представляешь я получила тройку по немецкому как же ты так всплескивал руками наташа неужели не выучила зубрила долго ныла хитрюга но накануне контрольные не выспалась специально легла в девять чтобы утром встать бодрой но прокрутилась в постели до часа ночи бессонницей маялась может съела что не свежие мигом пугалась наташ да нет тянула лола у ирочки музыка играла она магнитофон слушала отчего же ты не пошла к ней и не велела его выключить вскипела мать так она маленькая делала простодушная личка лола пусть уж веселится а я так пересдам потом если сумею музыка постоянно играет после полуночи стоит ли говорить что или тут же запретили гонять магнитофон после восьми вечера родители разрешали лоли все они устроили ей шикарную свадьбу потратили кучу денег на стол платье для дочери и даже не поругали лолиту когда-то пробыв женой ровно месяц развелась и вернулась домой попробовала бы ира учудить такое скорее всего она услышала бы от мамы расписалась теперь живи нечего хвостом крутить привыкай о муже заботиться лоли же не сказали ни слова словно и не было огромных сумм выброшенных на ветер по логике вещей младшая сестра должна была бы возненавидеть старшую аннет тихая ласковая ира любила лолу во всем покорялась ей уступала и никогда не злилась на ту который посчастливилось родиться первой вы женаты вопрос прозвучал неожиданно наверное поэтому я ответил без экивоков нет в разводе просто не был женат ни разу вскинула брови маргоша я улыбнулся да а почему ну так получилось здоровье подводит продолжала бесцеремонный допрос маргоша меня можно в космос запускать заверил я ее сегодняшний досадный казус не в счет не любите женщин отнюдь что же отвращает вас от семьи я вздохнул наверное мой непростой характер и завышенная требовательность каждый мужчина хочет от спутницы одновременно полярные вещи ему нужна вторая мама послушная любовница самодостаточная личность которую можно уважать и маленькая неразумная девочка нуждающаяся в опеке сидящая на шее не работающая жена раздражает но супруга имеющая капитал и хорошо налаженный бизнес вызывает еще большее недовольство трудно найти женщину органично сочетающую в себе сразу все лично мне это не удалось а теперь уже наверное поздно я привык жить один положение ничем и никем не обремененного холостяка меня вполне устраивает чем жарче погода тем откровеннее дамские наряды лично мне именно из-за этого лето нравится намного больше зимы в декабре женщины похожи на кули замотанные в меховые одежды и не понять кто там под шубой милая девочка со стройной фигуркой или расплывшаяся матрона сейчас же все прелести перед глазами любуйся на здоровье по проспекту стаями бегут красавицы в мини юбочках я не принадлежу к племени ханжей и с удовольствием гляжу на женские тела но наряд лизы был просто неприличен сначала мне показалось что она торопясь навстречу забыла надеть платье верхняя часть ее тело прикрывал лишь красивый темно-красный низко вырезанный лифчик аппетитная грудь так и норовила выскочить наружу шея руки и живот оставались голыми круглый зад обтягивали кружевные шортики цвета давленной клубники они скорее походили на трусики больше на лизе не было ни чего не считая босоножек в виде тонкой подошвы с невероятными каблуками загадочным образом держащихся на ступнях и десятка золотых цепочек с браслетами тут и там болтающихся на загорелом теле увидав мой приоткрывшийся рот лиза хихикнула но и жарища да выдавил я из себя оказавшись в небольшом уютном помещении где стоял накрытый на четверых столик маша плюхнулась на длинный диван и принялась листать меню у них одну гадость подают заныла она хочу спаржу на пару закажи ее нет в карте ну и что пусть сгоняет в магазин купит и приготовит другое есть не стану куксилась красотка ой гри зачем мы сюда пришли гри только что вошедший григорий упал на стол потом схватил минералку одним махом выдал воду прямо из бутылки гри хочу спаржи не успокаивалась маша сейчас принесут ее нет в меню тогда возьми морские гребешки не надула губки маша до раду на пару кри или улитки блевотина тогда черную треску маринованную в шампанском гадость десерт закажи гри от них толстит хочу спаржу гри вели достать я с интересом наблюдал за араповым интересно сколь велико терпение парня когда он треснет машу по кумполу пустой бутылкой из-под воды гри спаржу с трюфелями арапов вытащил бумажник на идее в общий зал поиграй вау оживилась маша в покер лучше в автоматы гри ладно ступай куда хочешь сдался любовник покер так покер три раза продуешь и возвращайся противный гри кто ж такое под руку говорит иди иди оттянись маша выскользнула за дверь григорий схватил вторую бутылку как только вы их выносите вырвалось у меня арапов улыбнулся машку и риту сам не понимаю но зачем живете с ними григорий потянулся к корзиночке с хлебом рита ревнива до умопомрачения просто взрыв гранаты бабах и все в ошметке но мой бизнес начинался на деньги тестя кстати в молодости риту ли была красавицей располняла на после операции детей родить из-за нее не смогла и превратилась в жирный окорок конечно она покушать любит но в основном виновата гормонотерапия бросить супругу мне совесть не позволяет хотя жить с ней тяжело но рита очень умна она дает крайне дельные советы и по сути давно является моим компаньоном в отношении жены да но это маша она дура и с ней отлично отдыхать у самого в мозгах ни одной мыслишки не остается засмеялся гриша ума мне и дома хватает а с такой как машка просто и забавно она манекенщица при агентстве состоит стиль жизнь называется надеется во вторую водянову превратиться но думаю ничего у нее не получится в результате выскочит замуж а бабица девочек в стиле жизни много надоест машу поменяю ладно фиг с ними с бабами ты мне еще раз расскажи в чем дело я открыл было рот но тут появилась страшно расстроенная маша гри я проиграла это печаль не в первый раз утешил дурочку любовник садись и ешь маша всхлипнув устроилась за столом и принялась методично ощипывать гроздь винограда глаза и его ставились на экран телевизора где носился потлаты парень с гитарой я захлопнул рот говори махнул рукой гриша при ней можно уж поверью маши в голове вакуум пустота она нихрена не понимает а когда в телеку ставится и вовсе последние крохи ума теряет пока он давал оценку своей спутнице то начала тихонько подпевать таталя ля 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 я улыбнулся похоже григорий прав маша нечто вроде мебели вы же не боитесь что кресло разболтает ваши секреты завидую ли я сегодняшним молодым да ужасно у них намного больше возможностей чем у нас они более свободны раскованы способны смело сказать нет тем кто пытается поднять их я же был взращен в жестких ограничениях моя юность состояла из одних частиц не неприлично курить на улице нельзя не работать невозможно поехать за границу отдыхать не достать любимых книг хорошей одежды и качественных продуктов неприлично быть богатым люди перешагнувшие пенсионный рубеж и вспоминающие с глубокой тоской пресно памятные времена старики и старухи размахивающие флагами и транспарантами с надписью хотим в ссср не понимают двух простых вещей они наивно полагают что вместе с советским строем к ним вернется здоровье вырастут потерянные зубы закудрявятся волосы нальются силой мышцы но этого не случится никакой коммунистический лидер не сумеет реставрировать молодость и второе заставив всю страну жить на грани нищеты дав людям грошовые оклады отняв у них возможность ездить в другие страны чтобы те не сравнивали свои условия жизни с чужими усиленно вдалбивая в головы несчастных совков постулат бедность лучше богатства все кто имеет деньги воры и негодяи сами правители вели совсем иной образ жизни я большой любитель мемуарной литературы и с интересом читая воспоминания жен ближайших соратников ленина и сталина дамская проза более откровенно чем мужская если политические деятели описывают в своих дневниках встречи переговоры протокольные мероприятия то их супруги дают иную картину жизни заклёбываясь от восторга они пишут о париже берлине лондоне роскошных магазинах покупках о том как их баловали мужья даря шубы и драгоценности в ссср десятки сотни тысяч крестьян попали в лагеря за крынку молока унесенную домой с колхозной фермы для голодного ребенка или за десяток колосков подобранных на общественном поле а дочка высокопоставленного папочки строчила в дневнике 28 сентября 1939 года мы с мамочкой в париже это роскошный город жаль что нельзя тут остаться навсегда большие бульвары волшебны я съела вчера килограмм за сахаренных каштанов и сегодня отказалась от завтрака смогла лишь выпить кофе с булочками сейчас поедем в магазин он закрыт для простых посетителей в париже умеют принимать интеллигентных людей вот у нас пока такого нет мы вынуждены брать платья в распределители а там никакого выбора ужас я так и сказала маме хоть убей меня а не надену ни одну вещь привезенную из москвы я в них отвратительно выгляжу просто стыд примечание подлинная цитата из книги воспоминаний конец примечания а и и